Монт-главный университет. Прибыла новая? Да. Сейчас площадь этого парка составляет 60. Действительный лимтик вынесли от городской пропоратуры. Сты будут читать практически бесконечный парад улюминаров. Мы тут уже исцелили футбольный поединок между Красноярскими. На мостный зоопарк привезли Амурскую тигре. Сунировали необычные сутки. Но колобитер будет фиксировать загрязнение воздуха с помощью квадрокоптера. Состав на этот сезон представили на сцене. А новичкам подрогимского порта Дудинки в далекий Египет Отправили первую партию в Сибирсказ и демонтировали памятник дворникам. Как только договор с рециклинговой компанией будет заключен, как в городе Сибирска решают, в городе не ставят, несмотря на то, что за Норильском закрепился миф о том, что снег там практически не мотает, и с грязью затянули укрытым материалом к ремонтным работам присутствует уже в четверг. Новости с Марины Мышко. Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии Марины Мышко. И вот главные темы выпуска. С учетом ситуации, по всей стране сегодня отмечают День России. Как проходит праздник в условиях пандемии? Примета верная. На Норильские водоемы впервые после разлива топлива вернулись птицы, лебеди, утки и чайки. Ограничительные меры из-за коронавируса в край продлены до 12 июля. Какие именно, разберемся в этом выпуске. По всей стране отмечают один из главных праздников – День России. Почти 30 лет назад была принята декларация о государственном суверенитете. Правда, красным днем календаря 12 июня объявили только в 2002. И вот теперь улицы и здания в честь праздника украшают флагами, устраивают гуляния и концерты. Однако в этом году из-за пандемии все массовые мероприятия отменены. Как красноярцы отметили праздник в условиях ограничений. Расскажем далее. Россия священная, наша держава. Россия любимая, наша страна. Могучая Валя, великая слава. Твое достояние на все времена. В едином порыве гимн Российской Федерации сегодня пели полицейские, военные, обычные горожане и даже сибирский мужской хор. Мощь их голосов, казалось, слышала вся округа. Солисты поют с гордостью рядом с одной из визитных карточек города Успенской обителю. Артисты говорят, большая честь исполнять гимн прямо в День России. В первую очередь я очень сильно переживаю. Очень сильно переживаю. Ну, даже несмотря на то, что очень много раз исполнял гимн Российской Федерации, все равно мандраж, что не дай бог какое-нибудь слово. Ну, а так, конечно, в первую очередь это гордость, то, что я могу его исполнить. Сибирский мужской хор, созданный по инициативе губернатора Александра Уса, достаточно молодой. Ему около двух лет. Его исполнители уверяют, ни один концерт коллектива не проходит без звучания государственного символа страны. Это главная традиция. Музыка и песня гимна ровно в полне заставила всех выйти на балконы. Это дом на Свердловской. Жители слушали и подпевали сотрудникам полиции. Говорят, все куплеты знают наизусть. А для торжества стены многоэтажки украсили российским триколором. Красивые голоса. Очень было приятно слушать коллектив. Мира и процветание каждому жителю нашей страны. Мне кажется, это так патриотично. Гимн пели и в студгородке. Сюда даже прибыл военный оркестр. Среди почетных слушателей 95-летний ветеран войны Михаил Макухин. Супруга Ольга Антоновна рассказывает, что все утро гладила ему брюки и пиджак. Очень хотел послушать гимн, так как 9 мая пропустил все песни из-за плохого самочувствия. Он не мог выйти, не мог встать. Ну и вот, еле с трудом. Но вышли. А для нас, для меня, да и для Михаила Григорьевича, это главные праздники. Присоединиться к патриотической акции захотели многие. Понимают, что выходить из дома нельзя, но хоть чуть-чуть взглянуть на то, что происходит на импровизированной сцене спортивной площадки. Тем более, что для многих петь его со всеми на родной земле – большая радость. Ну это моя родина. Даже если мы переехали в другую страну, живем в другой стране, здесь вот очутились благодаря или и за коронавирусом. И очень рады, что ребенок видит. То есть она уже в таком сознательном возрасте, он там стоит, слушает, нравится. Настроение прекрасное. Давно не слышала духового оркестра. Ну просто великолепно. Гимн России сегодня пела вся страна в разных уголках. Акция объединила 85 регионов, как символ единения мира и согласия людей. Екатерина Павленко, Алексей Овсяников, Енисей. Новости. Гимн России на протяжении всего дня играл и красноярский биг-бен. Аранжировку для главных городских часов написал преподаватель музыкальной школы имени Хворостовского Александр Поляков. Вот как это было. Гимн России на протяжении всего дня играл и красноярского биг-бин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова У него будет здесь эмблема супермена и подтекст этого рисунка скорее всего в том, что врач это супермен. Он герой нашего времени в данный момент, в данной эпидемиологической ситуации. Уличные картины десяти художников разместят в пяти разных микрорайонах города в местах с наибольшей проходимостью. Ранее шесть других рисунков местной молодежи перенесли на металлические пластины и украсили ими фасад городской поликлиники. Так местная молодежь решила поддержать и поблагодарить врачей и волонтеров. Горожане идею одобрили. Вообще, конечно, должно отдать медработникам. Спасибо за их труд, стойкость им, здоровье тоже им. Молодцы. Это, наверное, дети рисовали. Молодцы. И вообще-то художницы хорошие. В честь Дня России на Караульной горе в Красноярске подняли государственный флаг. В торжественной церемонии участвовали волонтеры молодежных движений и ребята из отрядов главы города. Каждый год флаг устанавливают на самой высокой точке, рядом с часовней Пороскевы Пятницы, чтобы его было видно из всех районов города. Еще один триколор растянули в Сосновоборске. Гигантский флаг спустили с крыши Дома культуры мечта. Отметим, это одно из самых больших полотнищ в нашем регионе. Его площадь более 400 квадратных метров. А сейчас данные оперативного штаба. Еще пять человек с диагнозом коронавирус скончались в крае за сутки. Это трое мужчин и две женщины. Среди них пожилые люди старше 80 лет, двое погибших младше 60. Всего с начала эпидемии в регионе погибли 64 человека. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 178 жителей края, причем львиная доля новых пациентов красноярца. На лечении сейчас почти 4000 зараженных, но есть и хорошие новости. Вылечился еще 61 пациент. Таким образом, общее число победивших инфекцию уже 2129. Отметим, что вирус проник уже в 54 территории края. И по-прежнему работает круглосуточная горячая линия 8 800 156 53. Звонок бесплатный. Но вот после таких данных логичным смотрится решение о продлении режима самоизоляции еще на месяц. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Уц. Из-за коронавируса по-прежнему необходимо носить маски, закрыт общий ПИД и фитнес-залы. Однако постепенно в регионе вводится ряд послаблений. Что можно, а что нельзя, разберемся в материале далее. Да, масочный режим в Красноярском крае все еще действует. Ввели его почти месяц назад, 13 мая. Это значит, что появляться во всех общественных местах можно только в маске. Будь то детская площадка или уличный парк. Носить средства защиты нужно в общественном транспорте, магазинах, аптеках и почтовых отделениях. Штраф за нарушение от 1 тысяч рублей. Какие организации сферы услуг работают? Первыми еще 25 мая в крае открылись салоны красоты и парикмахерские. Принимать клиентов мастера могут лишь с соблюдением ряда определенных требований. В начале месяца к ним присоединились химчистки, прачечные, ателье, автомастерские и небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом. Кафе и рестораны по-прежнему работают только на вынос. А вот фитнес-залы, бассейны, кинотеатры и торговые центры все еще на замке. Открыты ли детские сады? Детские сады закрыты до снятия режима самоизоляции, то есть пока до 12 июля. Однако продолжают работать так называемые дежурные группы. Только в Красноярске таких около 200. Они есть во всех районах города. Места предоставляют детям сотрудников организации, чья деятельность не приостановлена. Чтобы попасть в группу, родителям нужно отправить справки от работодателя по электронному адресу, который вы видите сейчас на экране. Нужно ли получать электронный пропуск перед выходом на улицу? Нет, электронные пропуска не нужны. Их отменили еще 4 июня. Отпало необходимости писать объяснительные при выходе из дома. Это один из пунктов первого этапа снятия ограничений. С этого момента передвигаться по городу можно свободно. Правда, с соблюдением масочного режима и других действующих требований. Без проблем можно добраться и до дачных участков. Блокпосты на въезде и выезде из города тоже сняты. Можно ли гулять и заниматься спортом? С отменой электронных пропусков разрешены и прогулки по городу. При этом стоит помнить обо всех мерах предосторожности. Речь идет о масках и обязательно дистанции. Кроме того, к уличным тренировкам приступили и профессиональные спортсмены. Вновь можно брать уроки вождения и сдавать на права. Анастасия Тиль, Енисей. Новости. В Норильске уже собрали около 18 тысяч кубометров нефтепродуктов. Там продолжаются масштабные работы по ликвидации ЧАЭС. Я напомню, в местные реки попало больше 20 тысяч тонн дизельного топлива. Последствия устраняют более 700 человек. По данным МЧС, на одном из участков за текущие сутки удалось переместить в промышленный отвал более 8 тысяч тонн загрязненного грунта. Из рек и малых озер откачали более 5 тысяч кубометров водно-топленной смеси. Это уже отразилось на местной фауне. К водоемам вернулись птицы. Их заметили спасатели, когда патрулировали место ЧАЭС с воздуха. В небольшом озере плавали лебеди и утки. В небе кружили чайки. И это все сообщения выпуска. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин